привет друзья прошло трое суток с момента как я натрусил пчел и сутки пчелы постояли без матки и двое с маткой теперь я эту пчел этих так сказать штучный рой без расплодный отводочек переселяю в улень маточка наша здесь она живая все нормально теперь мы все это дело пересемляем покажу маточку вот она ползает теперь берем все это дело переставляем буллить пчел тут много как видите одна рамочка и как помните я оставил вощину смотрите вощина ну не скажу что отстроена ну на 50 процентов отстроена ставлю вощинку одна рамочка вощинка тоже практически не сильно но отстроены рамочки и третья процента на 40 она потянута это говорит о том что пчелы не сидели без дела они пришла и матка и они там где у нас медок был медовая 5 рамочек ну и вот этих пчелок перед ульем все у нас практически пустой ящичек тут пару пчелок входит ну друзья пчелок у нас как видите нормально рамки обсиживают хорошо у нас одна кормовая 3 ваще я им сейчас еще поставлю одну рамочку вощинки прикрою у меня есть вот такая сушнинка закрою все у нас пчелки за три дня они за трое суток забыли где они жили может самая какая-то старая и полетит на свое место ничего страшного маточка плотная они ее как только выпустят она сразу же начнет сеять на свеже отстроенной ващине и чем это хорошо то что нету расплода им не на чем тянуть маточников замены тихой смены и так дальше и они просто обязаны принять эту матку потому что у них нету выхода нету расхода сейчас только матка они я открою сейчас доступ матку саму не буду выпускать отломаю заслоночку вот я ее ломаю заслоночку можно конечно и выпустить матку ну я не буду спешить с этим делом лучше не спешить заслонку я выломал и теперь матку помещаю между рамочек и и все клеточку я оставил я буквально в течение суток они выгрызут выпустят и через сутки я проконтролирую матку ну и дальше вам покажу ну и дальше вам покажу приняли ее не приняли сеет матка или не сеет ну я больше чем уверен что проблем не будет потому что я не первый раз так подсаживаю проблем нету чем мне нравится свежее гнездо свежая семья новое гнездо и они сейчас буквально пчелы у них будет очень такая активная работа матка только начнет сеять они сразу же оттянут всю вощину и можно потом со временем подселить ее рамочкой расплода когда она уже засеет ну пока оставляем так я уже вижу что пчелы на клеточке собираются клубочком становятся вокруг клеточки колечком солнышком это говорит уже о том что пчелы хорошо относятся к матке и проблем с приемом не будет ну теперь посмотрим через пару через день как матку выпустят и как работает пчелы друзья прошли сутки с того момента как я пересадил пчел в этот улей ну и хочу посмотреть выпустили нашу маточку приняли ли пчелки или нет пчелки чуть-чуть поменьшило стало меньше ну какая-то часть слетела ну сейчас глянем и и и и и и и и так Клеточка пустая, маточку где-то нашу выпустил. Пчелки нектаром занесли за буквально один день. Теперь нам надо найти нашу маточку. Смотрите, вощинка отстроенная. Пчелки спокойно себя ведут, заливают нектаром. Друзья, и вот наша маточка. Видно вам или нет? Я думаю, что видно. Маточка номер двадцать четыре, карника пешец. Видите, рамочка новая, вощинка оттягивается, маточка принята. Пчелки себя ведут спокойно. Все, племенной материал подсажен. Теперь дадим, дам ей чуть-чуть маточки рассеяться. Посмотрю, как она начнет сеять. Потом со временем я подселю сюда рамочкой расплода с других семей, крытым расплодом, чтобы в зиму они еще успели себе принести меда и нарастить силу семьи. Чем хорош, как видите, этот метод? Тем, что хорошо принимают матки, сбоев нету, не было. Конечно, надо контролировать все равно маточники замены. Как только матка, я не смотрел, может она уже где-то и отложила яичко. Прошли сутки, ее только-только выпустили. Хорошо тем, что нету расплода, пчелки принимают без проблем. И у нас получается, как видите, свежее новое гнездо. Сейчас маточка только начнет сеять. Пчелы, конечно, маловато, много слетело, я смотрю по рамкам. Но ничего страшного, наша задача была только, чтобы хорошо приняли нашу племенную матку. Спасибо Евгению Рудю за предоставленный материал. Это Карника, повторюсь, Карника Пешец с облетника Эльберт Института Керхайн. Буквально она засеет и сделаю одну или несколько закладок, так сказать, тестовую группу. Посмотрим по их дочкам. Ну, планирую, материал достойный. Можно его посмотреть в системе Бибрид, всю родословную и так дальше. Спасибо Денису Хадееву, что поставил материал Евгению Рудю. Будем работать искарникой Пешец. Вот как бы и все. Накопитель для пчел помогает в работе. Вот для таких случаев очень удобно, очень хорошо и проблем нет. Можно садить и на расплодные отводки. Ну, бывало, я когда менял пасеку Карнику с украинской степной на Карнику, то часто, когда делал, садил племенной материал, пчелы тянули маточники замены. Ну, у меня сейчас Карника, проблем с заменой нет, я думаю, не будет. Маточка молодая и, думаю, проблем никаких не будет. Вот такое видео у нас с вами по подсадке племенного материала, в данном случае из Германии. Все, друзья, с вами был Иван Фабро. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. Ставьте лайки или дизлайки. Кому как нравится, комментируйте видео. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok